Удивительные куклы, наполненные счастьем и радостью прошлого века. Раритетные издания поселились в Челябинской частной коллекции, которую собирает Марина Белякова. Увлечение куклы началось более 10 лет назад. Случайно в руки попала коллекция питерского коллекционера. И с тех пор любовь к куклам переросла из увлечения в любимую работу. Каждый день Марина ищет по сайтам и блошинным рынкам эксклюзивные экспонаты. Каждый из них имеет свою удивительную историю. Это достаточно редкая кукла в нашей коллекции. И она очень интересна по своим функциям. В 18 веке не было журнал мод, которые бы распространялись по городам и весям. Поэтому создавались вот такие большие куклы Пандоры. Они бывали в человеческий рост, шились туалеты. Ну, конечно, французские, какие же еще для россиян. И такая кукла в нарядном французском платье отправлялась путешествовать. Так вот передавались моды из города в город. Большую ценность имеют куклы, выпущенные на заводах Франции и Германии до 1905 года. А также пережившие серьезные жизненные испытания вместе со своими хозяевами. Ну, во-первых, это очень старинная антикварная кукла. Кукла известной фирмы Арман Марсель 1905 года. Но ее история еще интереснее, чем ее происхождение, эта кукла. Дело в том, что в 1945 году, когда закончилась война, на развалинах, дымящихся развалинах Берлина, русский солдат нашел эту куклу. Вот у нее даже, знаете, такие вот следы на головке есть, грустные от этих, видимо, шарапнелей. Но вот нашел он эту куклу, и настолько его сердце было широко, что он сложил ее в свой вещмешок и через всю Европу принес своим детям. Сегодня антикварных кукол можно найти как на городской свалке, так и на мировых аукционах, например, Содби. Цены на редкие экземпляры доходят до нескольких тысяч евро. Но самые старинные, оригинальные куклы являются украшениями частных коллекций и по-настоящему бесценны. Как, например, кукла Соня, сохранившаяся с гражданской войны. Она жила в усадьбе очень хорошо, в хорошей семье, дворянской семье. А в гражданскую войну семья переехала, спасаясь в город, и стала испытывать лишение и нужду. И тогда эту куклу, для того, чтобы спасти жизнь ее владельцам, маленьким деткам, ее поменяли на хлеб. То есть вот цена этой куклы, она фактически равна стоимости жизни. Поэтому эта кукла бесценна. Современные куклы, по словам ценителей, бездушны. У них нет светлой энергии, а лица не передают каноны красоты. Поэтому куклы прошлых лет наиболее душевны и ценные. Сегодня посетители частного музея – дети, родители и бабушки. Они с удовольствием вспоминают свое детство и рассказывают о нем подрастающему поколению.